Татьяна Георгиевна, вопрос. Саратовский, Энгельский и Балаковский район скорые помощи службы объединяют. Вот для чего это делается и не пострадает ли качество оказываемых услуг? Да, действительно, согласно областного плана реорганизации лечебных учреждений, централизации службы скорой помощи, принято решение об объединении диспетчерских служб скорой помощи Энгельса, Саратова и Балакова. Это сделано для увеличения мобильности бригад скорой помощи, для того, чтобы независимо от того, кому машина принадлежит, к какой станции, где ближе будет машина скорой помощи, та и приедет к пациенту. Вот цель этого объединения основная в том, чтобы приблизить скорую помощь к пациенту. Но помимо этого, это нормативные базы на федеральном уровне изменилось. Это идет централизация всех экстренных служб для того, чтобы быстрее был ответ на любую ситуацию, и экстренную, и чрезвычайную, и в том числе оказание медицинской помощи силами скорой медицинской помощи. В плане, будет ли хуже или лучше, ну, наверное, это пока все-таки работа, но эта работа, она начата не сегодня и не вчера. Когда введена служба 112, то уже мы в течение двух лет отрабатываем эту общую систему диспетчеризации. Есть, конечно, вопросы, когда есть задержка передачи вызовов, сейчас идет обучение диспетчерской службы, и на этом этапе пока что никакие изменения, касающиеся физических лиц, или функции, которые возложены на нашу станцию скорой медицинской помощи, не предусмотрены. То есть мы будем продолжать готовиться к централизации общих служб. Никакого уменьшения персонала, медицинского персонала станции скорой медицинской помощи не предполагается. Количество бригад, которые было на линии, как было 20, так и остается. Татьяна Георгиевна, у нас слово оптимизация в рамках медицины вообще у людей негативное, вызывает только, скажем так, реакцию. Но все же, я что-то не пойму, тогда территориальное разделение Энгельс, то не поедет же Балаковская скорая в Энгельс, да? Или логичный было, понятно, Вольский, Хвалынский наши традиционные районы? Безусловно не поедет, поэтому у нас везде есть система ГЛОНАСС. И диспетчерская служба видит, где на настоящий момент находится каждая машина. В основном у нас, вот смотрите, сейчас если в Быковотроге случается какое-то заболевание, экстренная ситуация, туда едет Вольская скорая помощь, несмотря на то, нет, в Широком Буэраке, прошу прощения, несмотря на то, что нашей скорой помощи туда доехать гораздо ближе. Или когда у нас на той стороне буквально при переезде через ГЭС случается ДТП, то опять же туда приезжает Вольская скорая помощь, хотя порой нашей машине гораздо ближе доехать туда. Вот чтобы такой ситуации не было, или там, допустим, когда между районами на стыке Пугачевского района, Духовницкого района, вот здесь как раз централизованная служба будет направлять ту машину, которая ближе находится к ДТП или к тому или иному больному, которому нужна экстренная помощь. Вот смысл-то как раз этой реструктуризации в том, чтобы увеличить доступность и скорость оказания медицинской помощи. Будет касаться всех скорых помощей в Саратовской области станции? Пока что это говорится о трех станциях скорой помощи. Это Балакова, Энгельс и Саратов. В остальных районах области структура скорой помощи входит в состав центральных районных больниц. И в плане, если это мы сможем охватить нормальной сетью интернет, когда будет доступна связь, то задача поставлена на то, чтобы это была единая служба скорой помощи Саратовской области.